Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу событий. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главная тема дня. Осторожно, морозы атакуют. Сегодняшнюю ночь стала самой холодной в Самарской области за последние полвека. Начальник полиции от Радного пришел в себя, а его супругу сегодня похоронили. Новые подробности шокирующего преступления. Кумовство не пройдет. Мэр Самары призвал руководителей подбирать кадры не из числа родственников. Почти единогласно. Депутаты губернской думы приняли социальный бюджет региона на три года. Новый театр кукол на старом месте. Бывший ресторан-аквариум откроет двери в наступающем году. Мороз бьет рекорды. Сегодняшнюю ночь оказалась самой холодной в Самарской области. В двух точках губернии зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает в гидрометцентре. В поселке Авангард Алексеевского района температура воздуха опустилась до минус 27 градусов, а в Кенель-Черкассах еще ниже, до минус 28. Это на 2 градуса ниже рекорда, который был зафиксирован 44 года назад. По прогнозам синоптиков, до пятницы в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 7 градусов и более. Такая погода не дает расслабиться коммунальщикам и теплоснабжающим организациям. В это время необходимо быть наготове и срочно устранить любые возможные аварии на теплосетях, заявил первый вице-мэр Владимир Василенко на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Кроме этого, замглавы поручил составить график дежурств руководителей на все выходные и новогодние каникулы. Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведут в 2017 году. Средства на это выделят из областного бюджета. Глава Самара Олег Фурсов прокомментировал ситуацию с Южным мостом. Сейчас в департаменте городского хозяйства и экологии идет подготовка к определению подрядчика. По графику работы должны начаться в апреле при наступлении благоприятных погодных условий. Подготовительные стартуют уже в марте. Речь идет о двух участках протяженностью почти 900 метров. Ремонт будет осуществляться полосами. На период ремонта будут организованы компенсационные транспортные маршруты. Мы с вами проходили такую ситуацию в период ремонта моста в створе улицы Главной. Поэтому ничего здесь нового для города абсолютно нет. Будет организовано все на достойном уровне. На прошлой неделе из-за перепадов температуры на проезжей части раскрошился асфальт и образовалась трещина. На следующей неделе повреждения дополнительно покроют металлическими листами. Мы предприняли мероприятие по заливке деформационного шва литым асфальтом. Это тоже мера временная. Никакой угрозы безопасности движения не возникает. За техническим состоянием моста наблюдают два муниципальных предприятия. Это инженерные системы и муниципальные предприятия благоустройства. Начальник полиции отрадного Дмитрий Вашуркин переведен из реанимации в отделение. После того, как неизвестно избили его в собственном доме в Смышляевке, мужчина перенес операцию. От рук бандитов погибла его супруга Екатерина. Она работала в техническом университете. Сегодня состоялись похороны. Репортаж Алины Чемерес. Во дворе на Мариса Тереза с раннего утра десятки человек. В последний путь Екатерину Вашуркину провожают из родительского дома. Это был мой любимый преподаватель за все время обучения. Нам будет ее очень не хватать. Вы знаете, для меня это до сих пор большое потрясение, хотя и прошло какое-то время. В техническом университете Екатерина Вашуркина работала на кафедре автоматизации и управления технологическими процессами. В сентябре пошла на повышение, стала заместителем декана. Вместе с коллегами занималась научными разработками, которые могли бы пригодиться в промышленности. Это очень сильное потрясение. До сих пор не можем прийти. Вот только в субботу, в пятницу разговаривали, были вместе на совещании. А сейчас вот все. Нет человек. Говорить сложно. Очень добрый, очень отзывчивый. В ночь на воскресенье неизвестные в масках напали на чету Вашуркиных в собственном доме. Обоих избили. Екатерина погибла на месте. Ее супруг Дмитрий, начальник полиции от Радного, с тяжелыми травмами, доставлен в больницу. Дмитрий уже перенес операцию. Сегодня пришел в сознание. И, как пишут СМИ, уже дает показания. Официальные лица пока не спешат с комментариями. После проведенной операции он из реанимации переведен в отделение. Состояние его стабильно тяжелое. Наш начальник медицинсчасти, главка, постоянно держит на контроле все это. И всю необходимую помощь мы оказываем. Я его давно знаю. И когда разговаривал с теми, кто с ним непосредственно работал, вот как офицер за большую букву. На новую должность Вашуркин был назначен весной. Ранее руководил полицией Чапаевска. Сейчас расследование кровавого дела продолжается. Им занимается Следственный комитет России. Мы будем следить за развитием ситуации. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Кумовству под запретом на заседание комиссии по противодействию коррупции глава города Олег Фурсов поручил тщательно проверить организации и не допускать ситуации, когда руководители берут к себе на работу близких родственников. Особое внимание в сфере закупок. После проверки выявили 9 нарушений. Все они связаны с организациями в сфере образования. Антикоррупционные комиссии созданы в каждом районе города и в каждом муниципальном предприятии. Глава города призвал активнее привлекать к борьбе с коррупцией общественников. Но вы в общественность вовлекаете. Есть же наверняка масса общественников и организаций, которые готовы в этом направлении содействовать. Тот же общероссийский народный фронт, молодежная организация. Значит, должна быть обстановка нетерпимости и такого общественного контроля, высокого общественного контроля за деятельностью тех должностей, которые носят коррупционные риски. Кадровые изменения в мэрии Самары. Новым руководителем трамвайной троллейбусного управления стал Михаил Ефремов. Пять лет он работал в этом муниципальном предприятии. В последнее время в должности первого заместителя директора. 36-летний Михаил Ефремов назначен на новую должность 7 декабря. Предыдущий руководитель муниципального предприятия Сергей Быков покинул пост по собственному желанию. Самарская область в числе лидеров по строительству перинатальных центров. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на селекторном совещании, которое провел председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Видеоконференция была посвящена вопросам охраны здоровья матери и ребенка. От Самарской области в обсуждении приняли участие губернатор Николай Меркушкин и министр областного правительства. По словам Дмитрия Медведева, России удалось достичь целей тысячелетий он по снижению материнской и детской смертности. За последние 25 лет этот показатель в стране значительно снизился за счет своевременного оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Лечение становится доступнее благодаря госпрограмме по строительству новых перинатальных центров. В Самарской области такой центр был открыт в начале сентября этого года. Продолжается строительство перинатальных центров в рамках программы, предусматривающей 32 новых объектов, 30 субъектов Российской Федерации. К настоящему моменту введено в строй и уже активно работают 10 перинатальных центров в республиках Башкортостан и Татарстан, Ставропольском крае, Белгородской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Оренбургской областях. Избирательная кампания в Самарской области прошла на достойном уровне. Такую оценку прошедшим выбором дал представитель ЦИК Василий Лихачев. Во время рабочей встречи с губернатором Николай Меркушкин отметил, что центр избирком готовит предложение президенту страны по совершенствованию законодательства. При этом будет учтен опыт регионов. Необходимо также улучшить систему межпартийного взаимодействия, чтобы учитывать интересы разных групп избирателей. Явка более 50% в сентябре. В общем, это хороший результат. Люди все-таки услышали власть и власть поддержали. Никаких там организованных или еще что-то вещей их не было и не могло быть. Потому что для нас чистота выборов, это вопрос был номер один. Я вас знаю на протяжении длительного периода, знаю людей, которые входят в вашу команду. Очень хорошо знаю депутатский корпус и могу сказать, что за Самарскую область переживать не надо. 38 за и всего лишь 9 против депутата губернской думы приняли бюджет региона на 3 года. Основные статьи расходов по-прежнему на социальные нужды. Финансовый документ спроектирован так, чтобы выполнить все обязательства региона перед жителями. Процесс непростых решений и долгих обсуждений наблюдала Марина Кравцова. Главный финансовый документ региона рождался в муках. Таких сложностей при его формировании не было последние 15 лет. С этого начал свой доклад председатель комитета по бюджету Кабибулла Хасаев. Экономическая ситуация непростая, но ни одним обязательством перед жителями поступиться нельзя. Поэтому депутаты и общественники предложили больше 270 поправок. Но ни одна из них, замечает Хасаев, не касалась того, как принести доход в бюджет. И над этим стоит поработать. В бонусе в виде трансфертов и так далее получат те, кто сможет разрабатывать и предлагать высокоэффективные проекты, создавать новые рабочие места. В этой связи у нас есть великолепная возможность нарастить экономический потенциал региона, увеличить поступление доходов в бюджет путем создания территории опережающего развития. Хоть и непростой, но социально направленный. Такой бюджет приняли во втором окончательном чтении. Больше половины всех расходов пойдут на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт. На социальную политику направлено на миллиард с лишним больше финансовых средств, чем в 2016 году. Те социальные обязательства, которые власть на себя взяла, они должны быть выполнены. Областную казну пополнили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета. Таким образом, изменились основные параметры. На следующий год доходы региона составят 137 миллиардов рублей. Расходы – 136 миллиардов. Бюджет профицитный. Парламентарии одобрили и еще одно решение. Новым вице-губернатором региона стал Александр Фетисов. Он будет курировать подготовку к чемпионату мира по футболу. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Жители Самарской области предпочитают хранить деньги в сберегательных кассах. Какая сумма скопилась на банковских счетах, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть немного снизились. За один баррель черного золота сегодня дают 56 долларов 10 центов. Валюта все дешевеет. Курс на 14 декабря. Доллар 61 рубль 6 копеек, евро 64 рубля 97 копеек. Золото стоит 2285 рублей, серебро 33 рубля 56 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 62 рубля 86 копеек, дороже всего продать за 59 рубля 74 копейки. Эксперты туристического рынка назвали самые бюджетные направления на новогодние праздники. За сравнительно небольшие деньги можно отправиться в Петербург, Ростов-на-Дону и Калининград. Сразу пять управляющих компаний Самарской области попали во всероссийский список должников. Долг потребителей за тепло и свет составил 8 миллиардов рублей. Но если верить Центробанку, деньги у людей все-таки есть. На банковских счетах жители Самарской области держат 509 миллиардов рублей. На этом все. Удачи в делах. В Новый год без старых долгов Самарская коммунальная система запускает для своих клиентов праздничную акцию. Она уже стала традиционной, проходит в Самаре пятый год. Участвовать могут все и добросовестные плательщики, и должники. Какие подарки и поощрения ожидают абонентов СКС, расскажет Олеся Корецкая. Коммунальные услуги Клара Коточкова всегда оплачивает исправно. Про акцию в Новый год без старых долгов узнала в Центре обслуживания клиентов. Оплатила все счета, внесла аванс и получила сладкий подарок. А как вы считаете, это хорошо? Хорошо. Прям стимул какой-то. И бегом бежишь, оплачиваешь. Самарская коммунальная система перед Новым годом уже пятый год подряд запускает акцию для своих абонентов. Участвовать могут все – и добросовестные плательщики, и должники. Если абоненты имеют долги или не имеют долги, и оплатили авансовый платеж за декабрь с суммой, равным начислением ноября, они могут прийти в любой Центр обслуживания клиентов, показать квитанцию с чеком об оплате и получить гарантированный подарок. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Впереди главный розыгрыш. Он пройдет в январе. На кону призы посерьезнее. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте СКС. В Новый год без старых долгов стараются войти не только простые самарцы, но и управляющие компанией, а также ТСЖ. Кроме так называемого «черного списка должников» составляется и белый, с добросовестными плательщиками. К ним в компании СКС особо теплые отношения. Например, помогают обустроить территорию. Жителям домов по улице Партизанской в этот раз заливают каток. Вот мы обратились в коммунальные наши системы, то прямо и сразу откликнулись. Только сказали, почистите площадку, и мы приедем, зальем. Мы никогда не были должны. Никогда. Мы всегда платим. Ну а зачем копить? Их все равно платить. Зачем копить? Потом это же оборот должен быть, чтобы где-то что-то вовремя ремонтировали. С каждым годом количество участников увеличивается на сотни и даже тысячи человек. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Памятник архитектуры и культурного наследия здания на Самарской 95, где до революции располагался ресторан «Аквариум». А после старый театр юного зрителя, обретая черты, уже вполне похожий на театр кукол. С 2014 года здесь ведется реконструкция, а также создан пятиэтажный пристрой. В планах Минстроя завершить работы в следующем году. Комиссия из Комитета по культуре отправилась сегодня на площадку посмотреть, как продвигаются работы. На место отправилась и Мариана Мирная. Новый дом для театра кукол. На Самарской 95 реставрационные работы подошли к стадии предчистовой отделки. Уже проведены все инженерные коммуникации, усилены несущие конструкции. С каждым днем пустое здание все больше становится похожим на театр. Мы с нетерпением ждем обретения нового дома, замечательного такого большого праздника и подарка. И для коллектива театра кукол, и в первую очередь для наших любимых зрителей Самарской области. Бывший ресторан «Аквариум», построенный в 1914 в стиле модерн, сегодня памятник культурного наследия. Общая стоимость проекта и его реставрации чуть более 700 миллионов рублей. Больше половины денег уже пошли в дело. Сейчас финансирование заложено на 2017 и 2018 годы. Работы будут очень активно вестись в 2017 году. И при, скажем так, очень благоприятных условиях мы можем надеяться на то, что уже в 2017 году удастся это здание завершить и, может быть, сдать в эксплуатацию. Материалы для строительства используют самые современные, а противопожарная система уникальна. В подвалах расположатся резервуары с водой для экстренных случаев. При этом первоначальный облик здания начала 20 века будет восстановлен. На фасаде вновь появится редкий барельеф, который многие годы был замазан штукатуркой. Там же очень довольно сложный комплекс сооружений в цокольном и подвальном этажах, где смонтирован индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая. А сейчас ведется разводка и подключение полностью по сетям электроснабжения. И вы сами видите, какой сейчас здесь температурный режим. То есть мы большое дело сделали, да, сюда тепло. После завершения работ в новом доме театра «Кукол» будет целых два зрительных зала. Большой на 250 мест и камерный на 50 зрителей. В пристрое разместятся административные помещения, гримерные и даже выставочный зал. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Новые символы Самары. Памятник Петру Алабину и деревянная крепость могут появиться на городских улицах уже через несколько лет. Подведены итоги конкурса архитектурно-ландшафтных проектов. Свои предложения вносили дизайнеры, художники и архитекторы не только из Самары, но и других российских городов. Как преобразится город, знает Олеся Корецкая. Больше 20 проектов монумента Петру Алабину поступило на архитектурный конкурс. Победители Алексей Янков и Карен Саркисов, автор памятнику Григорию Засекину, лучше всех уловили портретное сходство и величие знаменитого городского головы. В скором будущем трехметровый Алабин встанет под красноармейским спуском. Именно личность Алабина для Самары – это большая знаковая фигура и достойна памятника. Конечно, интересно было передать этот образ в скульптуре. Я думаю, что еще в работе над рабочей моделью, над портретом для памятника я стараюсь этот образ подчеркнуть как-то более серьезно, чем в эскизе. Больше 60 проектов прислали авторы из Самары и других городов. В них точка зрения современных архитекторов на то, как должны выглядеть Комсомольская площадь, проспект Металургов, деревянная крепость на улице Водников. Работы победители возьмут за основу, когда приступят к делу. Очень много членов комиссии было вынесено замечаний. Мы их зафиксируем в протоколе, у нас есть положение такое. Мы эти замечания пропишем и будем работать дальше. И с учетом этих замечаний мы уже приступим к конкретной реализации. В экспертной комиссии заслужены архитекторы, дизайнеры, скульпторы и художники. Много споров вызвал проект деревянной башни на месте сгоревшей крепости на улице Водников. Выбрали три лучших, где есть не только сама крепость, но и ясное представление, как должна выглядеть территория вокруг. Единственный вариант КП. КП будет работать, и эта башня будет жить и сохраняться. Это единственный жанр. Просто честнее надо говорить, они просто постесняются это сказать. Ни одна мастерская не в состоянии содержать вот такую территорию. КП – это не работает. Эксперты уверены, конкурс – хорошая площадка для поиска новых авторов. Среди них много студентов Самарской архитектурно-строительной академии. У нас очень много достойных мест, много достойных архитекторов. В Самаре хорошая архитектурная школа. И потом Самара на Волге. Это же вообще уникальное, будем говорить, ну уникальный город должен быть. Проекты новых туристических мест начнут воплощать в жизнь уже в следующем году. Основная часть будет сделана к Чемпионату мира по футболу. Олеся Карецкая, Дмитрий Мешканцов. События. В общероссийский день приема граждан депутаты городской думы встретились с самарцами в своих избирательных округах. Прием был приурочен ко дню Конституции. Жители Самарского района смогли обратиться с вопросами к депутату Сергею Рязанову. Судьба собственного дома беспокоит Ларису Фрейдину. Зданию на Фрунзе не один десяток лет и его состояние, как внешнее, так и внутреннее, производит удручающее впечатление. Когда ждать капремонта и можно ли ускорить процесс? С этим и пришла на прием к депутату. Здесь объяснили всю процедуру и подсказали, что делать дальше. Я хочу сказать, что, во-первых, и сейчас я услышала много интересного для себя, того, чего я не знала, во-первых. И потом я же обращалась уже в приемную, в общественную приемную. Вот мне там помогли, мне частично отремонтировали крышу. Люди, которым однажды уже помогло обращение к депутату, нередко снова приходят с благодарностью и другими проблемами. На Иле Бобровой удалось преобразить свой старый двор на Степана Разина 40. Здесь появилась новая детская площадка, убрали корявые пни и разровняли землю. Какие-то вопросы возникают, всегда мы обращаемся. Вот ни разу не слышала от Сергея Владимировича, что сколько стоит, что это проблема. Конечно, проблема. Проблема, я понимаю, проблема. Но как-то человек работает, как-то решает эти проблемы. И огромная благодарность. У нас есть возможность, есть депутатский запрос. Если у нас вопрос требует какого-то разъяснения, мы отправляем непосредственно в ведомство, где получаем ответ и уже дальше ищем пути решения этих всех проблем. Кроме того, в приемной Самарского района можно получить консультацию юриста. В этот раз на встречу с жителями пригласили специалиста из областного фонда капитального ремонта. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Победа ЦСКА ВВС над лидером чемпионата страны по хоккею Ростовом не помогла Самарской команде покинуть предпоследнее место в турнирной таблице. Новости спорта продолжат эфиры. Я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Хоккеисты ЦСКА ВВС дома встречались с лидером чемпионата страны Ростовом. Первый матч Кондры выиграли 4-1. Премьерную шайбу гости забили уже на первой минуте, а в начале третьего периода вели 4-0. Уйти от сухого поражения ЦСКА ВВС помог Андрей Чернов. Он распечатал ворота Ростова за полторы минуты до финальной сирены. Календарь складывается так, что времени много, однотренировочный процесс нет. В большей степени мы путешествуем. Иногда даже задумываемся, для кого этот календарь составляется. Вот сейчас мы играли, получается, за 5 дней, 4 игры. То есть времени не то что на тренировочный процесс, но восстановления нет. Второй вечер на площадке хозяйничали уже хоккеисты ЦСКА, порой превосходя противников скорости. Ростов нарушал правила на каждом шагу. Восемь удалений, одно за неспортивное поведение. Два большинства ЦСКА ВВС реализовал. Первый гол оформил Ярослав Сенников в конце первого периода. Автором победной шайбы уже в овертайме стал Руслан Швецов. Давно не забивал, а главная команда выиграла два очка у лидера. Должны были больше в этой домашней серии брать, пока реализация страдает. Ростовчанам в матче-реванше катастрофически не везло. То самарский голкипер Егор Оселедец ловил неберущиеся шайбы, то у нападающих сбивался прицел и спортивный снаряд летел мимо ворот. В результате такой игры лидер чемпионата страны забил свой единственный гол только в середине третьего периода. У обоих команд была другая игра. Вчера она была более медленная, такая тягучая, скажем так. Вчера нам удалось забить, но сегодня, к сожалению, не получилось. Победа ЦСКА в ВВС 2-1 в дополнительное время не позволила самарскому клубу покинуть предпоследнее место высшей хоккейной лиги. Лидером по-прежнему остается Ростов. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже больше 11 миллионов просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на Самарегис и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте предложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всем удачи. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»